Всем привет! Формикарии сделаны на 3D принтере. Уже не новшество, но у меня опыта с подобными формикариями не было. Данные формикарии мне прислал один из подписчиков, за что ему огромное спасибо. Мне данная конструкция очень и очень понравилась. Сам концепт расширяемости мне зашел. Я думаю, что за этим будущее мирмейкиперство. Ну это мое мнение. В чем преимущество? Возможность неограниченного количества модулей. У меня несколько разных видов модулей. Это обычный жилой блок, жилой блок с увлажнением, отдельный блок увлажнения, переходной блок или так называемая лесенка. Собрать можно как угодно. Правда сейчас конструкция ограничена одной плоскостью, но в будущем будет разработан угловой блок, который позволит сделать, например, большой квадрат из модулей и по центру расположить арену. Что я считаю очень интересно. Ссылку на блок про данные концепты формикарии я оставлю в описании. Все детали, включая подставки и скрепляющие элементы, напечатаны на 3D принтере. Увлажнительные элементы изолированы нержавеющей сеткой. И это отлично. Те, кто внимательно смотрит, уже все поняли. Для остальных рассказываю. В данной формикарии я переселяю свою колонию Camponotus Nicobarensis. Формикарии Crystal GL, они уже сидят битком возле гипсовой плиты. Расплода очень много. И года не прошло, как они его заполнили. Это, конечно, мне не очень нравится, ну да ладно. Зато есть отличная возможность протестировать формикарий, напечатан на 3D принтере. И не на каких-то мессорах, а на Camponotus'ах, пускай даже и таких простых. После того, как я подключил формикарий к арене, туда моментально ринулась толпа разведчиков. Сразу хочется отметить, что в первую очередь муравьи облюбовали влажные камеры. Вообще, я заметил, что данные муравьи очень любят влажные камеры. У меня возникают сомнения насчет утверждения, что им не особо нужна влажность. Я наблюдаю за данными мурашами уже почти год и могу сказать, что им ну очень нравятся влажные камеры. Данный формикарий в очередной раз мне это доказал. Изначально я хотел заселить муравьев на два полноценных этажа. Но уже после того, как муравьи начали исследовать камеры, я понял, что места недостаточно будет, когда они все туда переедут. Ну с такой конструкцией это в принципе не проблема. Я просто накрутил сверху еще один этаж, заранее сделанный. Это еще одна важная особенность, это что можно на горячую добавлять к модуле. Ну да, может это будет не так просто и несколько мурашей убежит, но это не так страшно. Главное знать, что вы делаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим за сколько они переселятся, больше я не буду увлажнять кристалл. Дождусь пока матка с расплодом перейдут в новые формикарии, а затем установлю для них отдельную арену, а то это маленькая слишком для этих реактивных мурашей. В общем ждите продолжения, всем пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова